сексуальную энергию сравнивают с ядерной энергией можно ли трансформировать сексуальную энергию в творческую служение как это сделать совершенно верно не можно а нужно это сделать это очень рекомендовано делать это то что мы должны делать наши наши жизни сексуальная энергия есть тонкое проявление есть грубое проявление сексуальной энергии и на более тонком уровне это творческая энергия энергия эстетизма культуры красоты то есть вы видите вы цените искусство можете стать таким тонким понимать музыку поэзию живопись театр то есть очень тонко разбирается этих искусств это тоже кама в такой культивированным толком проявление у меня выучитель из мира художников на тарелке губер вот сколько я живу общаюсь с творчественными людьми я не знаю я вижу подобного человека с такими вкусами мы с ним как вы три вместе работали по окончании учебного заведения мы с ним вместе работали у нас были большие проекты творческие большие были объекты для того чтобы оформлять и прочее и мы вместе с ним встречи договора общаясь с людьми с руководителями показывали свои проекты людям и вот когда он собрался куда-то идти договариваться договора какие-то заключать это было это здорово мне большого терпения вас уверяю это было не так просто то что я одевался это очень просто мне были такие мятые не очень глажные брюки тухи вообще никогда не чистил мне это казалось все замашки буржуазными я одевался просто я был подростком тогда я вообще не обращал это внимание мне были длинные волосы такие борода все я был запущенком он никогда не замечали ничего но он был художником изнутри и снаружи это был уникум человек у него целый гардероб и вот он представьте он он знал куда идет имитируем этого человека на этот проект на эту тему и он знал что сейчас все зависит от того как мы это представим как будем выглядеть и говорить и прочее как будем убеждать что покажем тогда был выше вкусов в тюрьме был гардероб открыл свой гардероб а я уже понимал это надолго вот там рубашки там у него такие полоски косые прямые такой толщины все это пропорции подбирал так и так наконец одевал рубашку то какие-то брюки костюм думал ну все слова мы ходим нет галстук теперь и там еще полгода его галстуки и один галстук завязывал я думаю просто потрясающе как ты думаешь просто потрясающих нет развязывал я опять нужно много времени как он завязывал галстук и прочее то еще полчаса проходит боже мой я уже не знал что делать все так из галстука набрали я вздохнул все этим видео но там у него в прихожей было вешаться что руках разной толщины и формы и плетеные другие я таких шнурков жизни мы спребал эти шнурки присылали посылки шнурки были ручной работы художественные я не шучу носки были со старыми маркировками тоже было чуть ли не что ручная работа это был художник и вот он вышло свои ботинки можете представить зашнуровывал еще целый час и штуки были подобраны костюмы подобраны все мы выходили наконец но я поражался как он заходил в кабинет как он говорил после этого этого песни не производил наверх ты сразу замерзать один выстрел все это невероятно и это соответствует тому что мы еще предлагали можете представить это уровень у вас тот же самый это был великий пастик это все называется кама но уже работающая как культура как этикет как этика как мораль это тоже ценные вещи видите но можно поднять выше в конце концов это кама становится чистой духовной любовью та же самая энергия отданная бескорыстно хорошо есть зависть служить этому человеку и зависть идет и что почувствуете зависть уходит к вам прибыть великие знания великие способности если очень богатый человек внутри нет зависти значит остальное есть у вас и самая лучшая вещь внутри если нет зависти вы можете видеть будущее сесть новинцы они независимые люди быть посмотрите на историю внимательно изучите почитать об этих людей все святые люди они стоят со святыми потому что сбавляется от зависти это единственная причина всех орогов кама и зависть они вместе так что у нас есть великие способности и через служение может быть снова как бы восстановить наш хорошо молодая мать не хотела этого ребенка это зависть но вот он родился стал служить ему и любовь началась честь уже почему мать так любит это служение бескорыстно служить я это же не прославляется а если не будете служить и вы не почувствуете к любви вы не привязывайся к этому человеку поэтому брак если мы заинтересованы в браке хорошим должно быть служение служение богу потому что служить друг другу долго быть сложен а служить богу мы сможем постоянно поэтому брак священный священник говорится без бога брака не бывает его освящают служение без бога она имеет временную природу все обеты без бога имеют временную природу печень шаги отведите к врачу он вам даст обет принцепрегулирующий в ней жареный вы примете пока не вылечите печень вылечите печень забудьте об этом это время вся стеза времени а для бога она постоянно постоянно всегда чистая жизнь и так несомненно эту каму нужно трансформировать в служение просто